Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в окрабе живут дарова, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в окрабе живут дарова. Благослови Господи, занятия по Слову Твоему Святому, братья и наши, даруй Господи, что все мы наследовали Царство Небесное, которое уготовило Ты святым Твоим праведным. Позволь Господи быть участниками этих великих исторических событий, которые Господи Ты даровал нам исполнить. Благовестие Слова Твоего Святаго, помоги, чтобы еще многие неверующие люди стали искренно верующими в Тебя Господа и Творца. Зачем Ты пришел в этот мир и даруешь верным Своим это великое действо, проповедь, благовестие. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Занятия начались. Первый тон Нового Завета. Евангелие от Матфея проходим мы. И закончили мы. Матфея же, да? Да, Матфея, 23 главу, 1-й, 33 глава. Ну, это, 22 главу закончили. Вот, 23 главу начинаем. Нет, что это... Да, вот оно что. Первый путь. И сначала идем, 23 главы, Евангелие от Матфея. Первый и третьи стихи. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают. Толкование. Сегодня не говорят и не делают. Ну да. Внушает своим слушателям не презирать учителей. Хотя бы последние были и порочной жизни. И не жить порочно. Вместе с этим Господь показывает, что он не только не противится закону, но даже желает исполнения закона. Хотя бы учители закона были люди недостойные. Что говорят учители, говорит он, считайте словами Моисеевыми, даже Божьими. Учитель никогда не осмелится учить кого-либо злому. А потом, если и станет учить дурной жизни, то станет учить не от седалища Моисеева и не от закона. А Господь говорит о сидящих на Моисеевом седалище. То есть об учащих закону, незаконному. Итак, нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону. Хотя бы он и сам не исполнял этого. Так, послушаем Игнатия Тихоновича Латкина. Комментарий. Эти слова Феофилакта совершенно неприемлемы ныне в православной церкви. Едва православная церковь стала государствующей в римском государстве. Господствующей, то есть. Как сразу постарались сковать узы для Слова Божия. 2 Тимофеев, 2 глава, 9 стих. Для Слова Божия нет уз. Стали учить, что проповедовать Евангелие в храме могут только епископы. Священники. Даже священникам это не дозволяется. Это были даже не узы, а пещерный каземат для живого Слова Божия. Позже несколько ослабили эти цепи. Разрешили и священникам говорить Слово Божие. Но не более того. Весь путь официальной церкви можно выразить короткой фразой. Приучить всех к тому, что никто из мирян не может церкви проповедовать. Святитель же говорит, что нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону. Любители забивать кляп в рот проповедникам всегда стараются показать несоответствие жизни проповедующего с тем, что он говорит. Забывая пословицу, что уча другого, я учусь сам. Апостол Павел встречался с подобной ситуацией. И вот как он на нее отреагировал. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовестование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться. Священники должны полюбить эту фразу толкователя Евангелия и приучить своих прихожан слушать Слово Божие от любого, кто бы он ни был, если он говорит правильно. Не вопреки толкованию святых отцов, 6-й Вселенский Собор, вспомним 19-е правило. Нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному закону. Еще раз, место истолкования Блаженного Феофея Лакмазида. Вот, а теперь вопросы или комментарии к тому, что мы услышали. Вот Игнатик, значит, сказал, а сегодня и не говорят закон, и не учат. То есть усугубили то, что было ранее. Ладно, не говорят. Они бы хотя бы не гонялись за теми, кто говорит. Для Слова Божия нет цепей. А они с первого дня сковали цепи. Павел говорил, когда была римская власть. Вот сейчас прямо пишут и говорят. Вот как-то приехал нам митрополит. Ну, идет у него рукава, примерно, вот такой ширины. Я говорю, это все греческое налепили. Он говорит, да, так, все. Ну, а что я сделаю, говорит? Потеряю, мы уже идем к храму. Я ему говорю. А теперь, оказывается, все это имеет определенную дату, с чего началось. Когда мусульмане победили христиан, всех освященникам дали свободу. Вы, наши ставленники, теперь народу смотрите, платите налог, там, закят, что требуется. А у них начальствующие выделялись длинными волосами. А как их облили? Длинные волосы, папы сразу стали отпускать длинные волосы. До этого не было. Почему, заметьте, вот иконы. Ян Златоуз, Никола Чудотворец, они как под бокс пострижены. У них нет волос. А дальше они отличались еще и определенный головной убор. Называется камелавка. Камелавка каме, это верблюжья шерсть. Верблюд, верблюжья шерсть сделана. И они это все от них приняли, эту фесту, ну, только из кисточки убрали. И все. А когда приехали в Россию, они, а это было при Павле Олепском, он описывает это, и показали, до того, как им понравилось, то папы сразу стали шить себе эти камелавки. Целую ночь напролет сидят, ищут, картон нашли. А картон, это нет, березу, чтобы она стояла, не пришлепнута была. И чем выше, тем лучше. И какой цвет фиолетовый, черный, а митрополиту белый. И сказали, так было, вы наши ученики, от нас приняли христианство, так было от самого начала. А теперь посмотри, когда пал Иерусалим? С какого времени? Вот с этого времени все это пошло. 1453. Ну, без одея, когда пал? В 1543 году. 1453. 1453. 1453. Ну, вот теперь считаю, что тут начало, считаю, полторы тысячи лет прошло. Откуда это все идет? При Василии III. Ну, а можно без этого? Вот батюшка, когда служит, он надевает это, а одесса на рукавнике. Так она наденет, будто у нее все золотое. А на самом деле, он только на рукавнике. Раньше эти мушкетеры, они делали манишку вот этого, еще в пуговке, а дальше ничего нету. А он идет, такой шикарный рубах, а у него ничего нет, только вот это место есть. Вот у попов точно так же, чтобы показать, какие они богатые и какие-то. Если мы хотим знать волю Божию, мы должны посмотреть, а как Господь говорил, что препятствует проповеди? Одежда? Нет. Звания? Нет. Плен? Нет. Уза никто не скует. А церковь сковала. Павел мне знал, говорит, будут говорить превратно, и задача, чтобы увлечь за собой, чтобы его почитали, платили деньги. Мне сегодня один тоже зашел и начал говорить, вот я бы вам верил, но как верить, когда вы на таких дорогих машинах ездите, золотые там на вас одежды, я говорю, то это церковно, это не его. А какая у меня одежда? У меня старый велосипед ржавый, у меня никогда ничего не было. Да? Он сразу отключился и отошел. Дальше разговаривать не стал. Неинтересно. Козырь выбит. У меня нет ничего. Я показываю на свой телефон, вот такой вот он у меня. Вот я говорю, то все. Но я не звоню никогда, у меня денег нет. И что интересно, денег нет, а мне все кто-то скидывает. Два раза в год отдаю, чтобы сняли с него. Это Бог так делает. Нападает все время, что как богато живут, вот это так, все это продают. Я пошел ребенка крестить, тут заплатить, тут заплатить. Да что же это такое? И мы можем сказать, у нас нигде за 27 лет с тарелкой не ходили, никого-то написано, пожертвование есть, клади. Свечи? А как свечи тогда покупать, а никто не покупает? Один спрашивает, ну а как вот женщин, которые в брюках, ну неправильно одеты-то, вы их как, выводите из храма? Я говорю, никогда. Да. Да, я думаю, так я почему никогда-то не спросил, потому что мы их не запускаем, кого выводить будут? Никого и нет. Мы их на улице еще вылавливаем все. Они только машину, она остановила, ногу вытащила, я говорю, лежу в брюках, из машины не вылазит, не погонит территорию деревни. А как так? Сейчас вам принесут юбку, оденут вас. Тоже у Лены побежали, они в церкви. К нам приехали не как-то милиции, помпрокуроры. Но у нас стоите, я говорю, заходить нельзя, да я ладно, заходить не буду. Я говорю, у нас юбка запасная. Я ей дал, она тоже все снимается, и она надевает, как пошли реплить. Ох, помпрокуроры, как она похорошела. Да ей так, чтобы никогда юбку не снимала. Мы и голмущие мужские отзывы. Это она же такая, она оказалась симпатичной, а тут стояла такая, кикимора. Юбка. А там мне еще отец таким говорил, когда он в армии служил. Когда он служил, ну это можно даже посчитать, это давнейшее. И у него там парень, один был знаком с девушкой, с москвичкой. И она как-то пришла на свидание, или где в брюках. Тогда мало было, он сразу же у ней, то ли отнял, то ли изрезал и все. И все, что наденешь, больше ни одной встречи не будет. Все, как отшептала. У меня у брата было так же. Две сестренки жили, мои родные. И так вот, я говорю, ты знаешь, вот такие половики, вот эти откуда, это тряпочки скручиваются. Точно, изрубил, изрубил, а да, из них сделали половичок. Все, больше меня за не наделал. Ну, ты-то можешь поправиться. Ты нельзя же так руки опустил, а она и рада, что к ней в порточку залетают соколята. Я вот, у меня сестра третий раз вышла замуж, за мусульманина сейчас. И он тут приехал, мы с ним познакомились, его Олег, звать он, ну, такой мусульманин, как вы говорите, один раз был в мечети, на похоронах отца. И говорит, тут плохо, что у тебя сестра вот в штанах ходит. Я говорю, слушай, я с ней борюсь уже так долго, она же православная. Ты приедьте, скажи, вот брат тоже тебе говорит, ну, как ты вот ходи, нормально-то в женской одежде. Сейчас звоню, маме говорю, что там сестра все в штанах, да ты знаешь, она тут себе столько платья, юбки на покупала. Мусульмане действуют. Задаврича. Я у нас-то одна была, говорит, я поехал, в саду работать, брюки. И наша одна сестра, там, Любовь Николаевна, встретилась и говорит, еще же так-то. А я, говорит, никогда не думал, у меня же в саду работать. Нигде. И она, сразу все уничтожила. Вот в книгах это описано. Напишите, когда и когда и что. Вот их мать, вот у работы, она говорит, у меня они, как же мальчишку считали, родители сына не было, я посчитала, как она написала мать. Ну, они меня украшали, там, это, под мальчишку-то где-то. Я, говорит, думала, как я брошу-то? Сразу раз отошло, и больше никогда не было. А то ничего нельзя сделать. Повторят, у меня лозунг. А надо, ничего не делали. Особенно, видно, когда мы с архиереем приехали в Потеряевку, там, я не знаю, сколько, ну, 7 человек, там видно, вроде, девчата. И ребята, семинаристов, сколько. В один момент, всех переодели у барабаша, зашли, как будто наши. Приехала здесь, на день деревни, секретарь городского УВД, управления внутренних дел, Морозова Александра. Она, прям, сразу, улыбчивая, такая, переоделась, и в фотографии, журнал охраны. И она там сидит, никто думает, что это наш человек. Она сразу, позапрошлом году, тоже, день деревни был, нет, не день деревни, наверное, престольный, 16 сентября. И, у нас, приехала из местной районной газеты, одна женщина-то. Она стояла, как оглашенный язык, это надо выходить. Ну, она, ей надо фотографировать. Мы ее в эту сторону, где спортзал, и она в спортзал, а что надо? Она писала, я хотела причаститься, она хотела причаститься, но, так как я опоздала, поэтому и причастилась. Она должна была сказать, потому что я еще в число оглашенных, может, не гожусь, но она мне понравилась. Я поехал и подарил ей книги в редакцию. Илья звать ее. Говори. Да, я хотел спросить, проповедовали люди Христа одни превратно, а другие вроде как нормально, а вот те, которые... Искренне. Искренне, да. Даже не искренне, те, которые, да, этому радуются. Да, этому радуются, но вопрос-то в чем? Он говорит, что тем самым они увеличивают тяжесть уст моих. Но ты знаешь толкование? Нет, вот я и хотел спросить. Я толковать не умею, и не буду. И она говорит так, за что судят людей? Вот показывает, баптиста судят, ну как я, если простые какие-то сидели там, ну еще не делали, не распространяли, ну иди отсюда. Но если она там вела кружок какой-то, пели или где-то, у отделенных там была горбатенькая такая-то, и ей нахлопнули, года три, наверное, отдали. Да? Она от себя вернулась и опять за то же самое. Так вот, люди, когда обращаются к Богу, через кого-то, вот через кого обращаются, это самый... У меня когда область был, КГБ, по санкциям ГБ, тут подполковник Никулин, ну и другие это. И они раз, и увидели у меня фотографию одного нашего брата. Его нет здесь. Вот теперь священник. Такого человека Игнатий Тихонович погубил у нас. Их сотрудник на хорошем счету в КГБ. А теперь обратился, стал священником. Но дальше они не пошли, времена были не те. А когда раньше было, там 55-57, по полной катушке, это совратил, строитель коммунизма, сделал мракобесом, тебе там больше надо, тебе там могли накрутить так, мало не покажется. А тут они так поговорили, и никак не отразилось. Ты знаешь, о ком я говорю. Вот так. Поэтому люди, которые проповедовали, они обращали людей, но делали так, чтобы власти знали, что обратились через Павла. Увеличить тяжесть уст. То есть, чем больше через Павла свидетельств поступало, тем он был ненавистнее для власти, тем сильнее ему срок давали. Больше. Думай, увеличить тяжесть уст моих. Я сижу, я говорю, сидит, а вот совратил. А вот эта наложница у Нерона обратилась, это через него. А как через него? Ну, казнить его надо. То есть, они, то, что люди, когда обращались, а Павел говорит, как бы ни говорили, я тому радуюсь. Главное, чтобы, Ян Гаталус говорит, если на пути у тебя горы, впадины, моряк, и ты нужен помочь брату, ни на что не смотри, пробейся и помоги. Самое главное, человек, расскажи им о Боге. И когда тебя допрашивают или что-то, поверни так разговор, чтобы как-то о Боге было, о вечности, а не то, чтобы меня не трогали. Вот этот Викентий, диакон-то, я все привожу вам. Их его арестовали с епископом. Ну, и который доказывал, да мы лояльные, да мы такие, и начинает говорить, ты понимаете, мы толерантные такие, а тут правда, за что их садить? Ему сильно понравился епископ. И он хотел отпустить, а диакон стоит рядом, Викентий аж дрожит. И наконец, видимо, отпускает домой, да как же так, я приготовился умереть домой. Владыка, да что ж ты молчишь-то? И он тогда на епископа, этому смердящему псу, ты ответь ему, что водой ему сидит. Тот сразу, оуу, гаденыш какой, обоих казни, обоих казнили. Он епископа буквально на костер затащил. Он ему сразу влепил, по полной программе, крупнокалиберным, как у немцев было. Все, картина изменилась. Вот заметьте, мы считаем, седьмая глава, Деяния апостолов. Говорят, Степана побивать, и он говорит, ваши отцы были в Египте, а они сели вокруг, слушают, он всю историю по порядку говорит, да может, еще и года называл, а может быть, и каких-то людей, ну тут кратко все дается-то. И дальше, видят, что они уже, слушайте внимательно, он мгновенно перерывает, перерывает это течение тихой воды. Кого не гнали, отцы ваши распяли таких-то. Вы, человека, убийцы, как они все поднялись, смерть ему все изменил. Одно предложение, ну же домой отпустят тебя сейчас, ну еще маленько скажи, до свидания, мы такие же, как вы. У нас дети так же учатся в школах, так же наши дети в институтах. Ну, еще нам друг друга гнать. И главное государство, тут должна быть лояльность такая. Мы же строители коммунизма, ничего подобного. А они на это не шли. И при том, вот когда считаешь, День Апостола, Новый Завет, ну можно было это не говорить-то. Ну прям, мне батюшка, он здесь или нет? Уехал домой. А? Домой уехал. Да уехал. Ну, тогда скажу. Вы смелый человек, хочу я вам правду сказать. Прям в глаза, резко так. Вы очень смелый. Батюшку, чтобы не трогать. Я когда где-то говорю, а батюшка, ну вот ты сказал, ну ты думал об этом или нет? Что он обратился или нет? Батюшка, как раз я не думал. Написано, благодать трех видов. Благодать призывающая. Я призываю людей, в этой благодати участвует Господь. А обращающая, не я никто, нуль. Все, Бог возвращающий. Я ему доверяюсь. Скажи, я говорю, ты считаешь как, Ян Креститель больше меня? Ну, величайший пророк. А я не пророк. И вот он говорит Ироду, не должно тебе иметь жену, брата твоего. Но он знал или не знал, что не послушает? Пророк, знал, конечно. Зачем он говорил ему? Голова лишняя была. А то сейчас по монастырям нашли четыре головы Яна Крестителя. Это мощи. И 24 руки, кажется. Каждый берет там, объявляет, что у нас мощи. Ну, идут люди, кланяются. Ну, тогда-то одна единственная голова была. Зачем он это говорил, батюшка? Он никогда мне не отвечает. Понимаешь, мы не должны так, ну, конечно, где можно, то, можно, скатиться, но так нельзя. Вот они не такие, там, ты скажи им. Тебе уже 18 лет. Это слушать уже. У меня коммунисты, когда говорят, да, Ленин, да, это такой человек, да, это прям Бог какой. Я говорю, большего ирода с земля не носила, никогда. Это говорит Сверху, отец Дмитрий. Его только, говорит, сжечь, и даже не в болоте утопить, а по вселенной распылить, чтобы молекулы не собрать. Сколько он погубил миллионов лучших себя, лучших. Игнатий Ильич, значит, вы хотели, как бы, нам сейчас пример привести, вот, как между баптистами отделенными и неотделенными. Неотделенные, они остались, ну, власти лояльными, а отделенных гнали на фоне их, правильно вы это хотели сказать? И вот это получается, как здесь. То есть апостол проповедует, его гонят в цепях, а рядом, как бы, то же самое, говорят о том же Христе, но их не трогают, потому что они лояльны к власти, так? Не то, что лояльны, делать все, как положено. Детей не водить, до 18 лет. Они все похорились в власти, и где кто приедет, сразу сообщать, кто приехал. Тут другое дело, какое чудо, Бог совершил. Вот сейчас я тебе скажу, на меня нападки, и с той, и с другой стороны будут. Ну-ка, сейчас я вас. Я приезжаю в такой город, ну, назовем, ареальный, столичный, и говорят, вот мы так-то, мы отделенные, вот мы от них вышли, ну, этих 70 человек, а там осталось 170. Ну, говорит, такая вражда пошла сейчас. Меня от этих переводят к тем. Я с теми разговариваю, и с этими. И они те, и другие слушают, и другу передают, какой-то человек приехал, надо встретиться. И они собрали все вместе в одно помещение, и дали мне слово. Но никто не знает, кто я. У меня свидетели есть, которые знают. Я им стал говорить. У них такое было покаяние, они так плакали, обнимали друг друга, который между собой. Так Бог послал человека, все, ну, куда не пошли, в какую сторону, главное, примирились, ну, там, чтобы не предательство, ничего. И они по сей день не знают, кто был среди них, что православный был-то, не баптист. Те говорят, это, наверное, ваш. Они говорят, нет. А эти думают от них. Дальше, баптистов, они не рассудили. Я или к этим, или к этим. Сколько лайков, а теперь скажем, а ты их сделал православными. Я не сделал их. Но вот из них один, который назывался епископом, сделался священником православным. и другой, который там был, тоже сделался священником. Это мало или много? Это хорошо. Это средний такой. Да, это не я сделал-то, а Бог. Но главное, что они не могли никак догадаться. И я вместе с ними молился и склонялся. Для всех я сделал совсем. Для того, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторые. У старообрядцев за 350 лет ни одной пропади такой не было. Вот у нас, по-старообрядцевски было, у нас было много. Мы сейчас московская патриархия, сатанинская дыра была, так вначале везде говорить, ни один бы не пошел. Мы говорим, она благодатная. У нас были сколько-то, я поститься не могу, я пойду туда, там этого не требуется. Другое еще что-то, а там это не требуется. Ну и так и было. Ну да. А другие, к старообрядцам, у нас к старообрядцам ушло и наращивок 15. А почему? Мы, имеющих священство, белокринитской иерархии или древнеправославной, мы признаем. И оттуда сватается за нашу сестру. А мы отдаем эту Настеньку им туда. А у них приобретается через смешанное братье. Она пришла, покрестилась, а он ей говорит, а ты ей не нужна. Ну она ушла за неверующим, вышла. Она не просто покрестилась, она анафемию предала всех святых. Ну это я не знаю. Ну я знаю. Ну я не знаю. Разве она там крещение принимала? А? Разве она принимала там крещение? Она же у отцаики? Нет, не принимала. Я говорю, нет, она тут принимала. Она не крещение принимала, но они довершали ее называют. А довершение? Она должна была отречься от всего. Ни на хронштадтского, никого она не знает. Она отрекалась от всего. И пользоваться не будет. Она приходила к нам и рассказывала. Потому что там священник, который, он близкий нам, старобряческий. Он приезжал, маму мою исповедовал. Он очень хороший. Но дальше этого не идет. Вот я гляжу, я веду занятия в техническом университете. И он пришел, там внизу стоит. Зачем? Не знаю. Я подошел, говорю, отец, называю. Пойдем. Он никак не пошел. Нельзя. Он знает, осквернился. Все. Его сразу сметут. Вот какое дело. У них абсолютная нетерпимость. Если бы мы сказали к старобряцам нельзя, патриархийным нельзя, все бы сидели здесь. Мало того, мы бы все время подогревали это знание, что пойдешь туда, ад. У нас была одна такая. Уже мы храм построили трехэтажный. Не знаю ее, какая фамилия-то. Такая кругленькая. Сын, у которого за убийство сидел. И она ушла первый раз. Почему? Она говорит, вот я бываю здесь, как в раю, как в раю. Домой возвращаюсь, как в аду. Вот этот перепад температуры меня прямо из себя выводит. Я не могу. А теперь, говорит, я хожу. Репина, да. Патриарх. Да, Репина. А я, говорит, хожу к самотетему. Патриаршию, говорит, я прихожу одинаково, что там, что здесь у меня нормально, все сразу встало. Это объяснение такое не даст. Вот она как в раю, домой приходит, а это температура же. Перепад, градусники ломаются. Оттуда пошла, все, как будто никуда не ходила. Все ровно. Никогда не узнаешь. А где у нас Ольга Циклакова? Ну, наверное, болеет. Болеет. Так, догадываюсь. Не знает, никого не допускала, ни до матери больной, ни этих. Выходат из-за нее были, я бы ее не принял. Второй раз, когда говорил, недавно рекомендация. Она один раз уходила. Виноваты, каемся. Только я начну сейчас открывать вам глаза, так вы тогда вообще передо мной должны расстелиться. Кого нету от вас. Поехали. Кого покрестили, никого нету. Пошли дальше. А это хоть худо-бедно через раз, в год один раз, но ходит. Померились? Вочасти. Я тоже вручался за кого-то. Да вы много за кого вручались. У нас только в Германии там рота целая. За Андрея Головача. Он сколько молчал-молчал, сейчас стал причащаться, ходить, все. И он безотказный машину когда дать. Как идти ребятишек, потеряю, слов нету. И покупать, когда он мешок два сахара купит, даже не спросит. Видишь как? Надо было дождаться. А почему-то я к нему был расположен. А он, ну никакой. Ну почему? Я не могу. Вот сейчас этого шахматова. То, что он сейчас где-то пытается подковырнуть или как-то. Андрей Головач, где? Не знаю. что-то в нем есть такое. Ну скажут, а что именно такое? Едет. Какая-то открытость, он в себе не таит. Вот это он когда начал, он говорит, да я, тут когда он ему 10-2 рассказали, по мелочи-то, а тут убивал, вот тут я не виноват, а тут я-то заповедь не убей, тут не виноват, тут... Так, изменял жене? Изменял. Изменял, подлец. Это перед народом, все это записывается. Так, здесь что? Имел ли там такие связи там с родной сестрой? Не имел. Довольный. Не имел так. Так, жена такой была, то есть замужья обещала, потом бросил. Виноват. Вот так вот, и сидит, галочки ставит. То есть у него, вот как в конце, считает. Виноват, виноват, виноват. 12 раз виноват. Ой. Да я вижу, когда какая у него шея открыта, он намного моложе меня, она у него как на двух веревочках висит. Бегает, то ли разъедена, он сколько килограмм бросил? 30? 21. Да? 21 килограмм. 21 килограмм. Слово сказать? Да, это мало. Я тебе говорил, мы закрыли. Три дня назад я открыл его. Открыл, ничего нет, все ушло. Сейчас уже никакой роли не играет. Так что ты свой этот, почему тебя забанили, можешь открыть. Уже нет, все. прогорело. Сейчас ни отзывов, ничего нет. Оно далеко. Только эти, в скобочках, то, что ты там понаписал, убери, пожалуйста, мы и так понимаем, кому надо. Ты же таким же, как ты разговариваешь. А у меня полный вариант, так и будет стоять. Потому что, мы должны кидать друг к другу. Ты там перебросил немного уже, объясняя блуднику, что это такое. Он без тебя это знает. Ну, особенно вот это, когда пришел, и про женщин перестанет вообще разговоры вести. Никогда даже не хотелось так материться и блудить. на один день закрутили, у него адреналин этот, то у него через край полился. Все нормально будет. И он в этом вопросе открыто все. Душа моя привезет. Это не реклама, это я тебе послушаю. И так. Ну, бывает иногда переклинивают. Вызывайте, 12-го числа, какой это день бывает? 12-го какого? Среда, наверное. А, будет мая? Ну, сегодня у нас какое, пятое? Пять до семь, сколько будет? Это воскресенье. Двенадцатое? Это воскресенье будет, да? Воскресенье, по-нашему, в семь часов, он будет в Иерусалиме, у гроба Господня, считать вот это. Что? Утро, вечера? В семь утра или вечера? А? Да, утра, наверное. В семь утра или вечера? Вечера. Вечера. В семнадцать. А я думал, спать не любит. В семь. В семнадцать это. В семь утра там. Молиться. И вот я не могу кое-что объяснить, я нутром, а потом проходит время, уже видать. Молиться, если не пристану. Давай дальше. Давай дальше. Есть люди, которые заманывают к себе, заманывают, а потом расправляются. У нас у дяди Пети была собака одна. И она как время ей жениха искать. А они к ней прыгают. Она его задавит, ждет следующего. Я такого не слыхал даже. Задавит на смерть, просто мертвый лежит. А забор высокий, они к ней перепрыгивают туда. Как-то как к ней перешло, это кончено дело. Так это собака-то ладно. Вот я прям недавно в каком-то обозрении посмотрел. Сосед, сосед, через один дом живет, ну, по одной улице, дядя Федя, его все зовут. И мальчик, причем вот такой, наверное, вот такие, вот такой мальчик, не маленький, 12 лет или 13. И подошел к нему, этот дядя Федя, он там бегает, играет, ну там на велосипеднике, и говорит, у меня там такой котлован, там так интересно, хочешь посмотреть в котлован? Ну, пацанам-то, ну, там котлован же. Пошел к нему во двор, тот дверь на замок, его за ухо, завел к себе, а у него бункер на втором этаже. Одно маленькое окошко высоко. И он, давай его ножиком тыкать, пацана. Просто так. И сам снимает все. Нет, нет, не снимает, просто тыкает его, нет, ничего, ничего, съемок не было. Просто ножиком вот так потыкал, грудь везде, в шею тыкнул. И как-то он, видать, ну, с головой недружный, мужик, видать, в этот момент. И пацаненок-то исхитрился, и в дверь-то выскочил. Он за ним бежать, хорошо, что ворота, калитка не закрыта была. И пацаненок, в калитку, и тут соседка, она расскажет соседку уже, смотрю, мальчик весь в крови этот, соседский. Я его быстро в охапку к себе домой, ну, там, обмыла там все эти, вот это, примочки, скорую вызвала, ему тут швы накладывают везде, где он прорезал. Он резал, он не тыкал. Да. И родители, родителям побежала, быстро доложила, все, родители вызывают милицию, тут же подъезжают, посмотрели, его взяли, этого мужика. Через 6 часов выпустили. Ну да. И теперь спрашивают мать, как вам она? Мы в шоке, не знаем, что делать. Он же, говорит, ходит вот тут, а мальчонка у меня, а мальчонка лежит, глаза вот такие черные, вот так зажался, охрану около пацана уже выставили. Это писали другое, другое, мужик один, он в отца пацанят. У тебя на улице это что происходит? Да нет, это где-то в Перми. Пацанят заманывал себе, у него в подвале их подвешивал, и дальше он их пек, там что хотел, и все, снимки тогда были, у него аппаратура была, снимал. И где-то, наверное, сейчас 12 потерялось, и все это сохранилось, и когда в милиции смотрели, мне, говорит, волосы, наверное, посидели. И всех заодно убивал. У меня Рахиль скинула эту... Кошмар. Мать, еще я вижу, вот такие вот длинные ящики, они вот таких вот пацанов, ну, поменьше, как он Тарасик, они их умерщвляли, китайцы, и клали, льдом обкладывали, чтобы не испортился, и отправляли на органы. А их тут люди бьют, и они показаны, орут, и все съемка идет. А спрашивают, куда вы девали эти, которые тела, куда, жарились, едали, куда. Ну что, вкусно. А в органы все продавали. Сколько раз говорю в интернете, не ходите в чужой дом, не заходите, на ищу машину, не садитесь. У нас это в лагерном уставе написано было, и всех детей сохранили. А приезжали, на ночь, один приехал, Калмогоров фамилия, ну, а мы-то что там сделаем-то? И лезут, а наши смотрят кино у батюшки, побежал там кто-то из наших, и туда, уже темняется. А тогда Андрей там дробот был, он сильный такой, Виталий Устинов тоже, и это, а мужик здоровый. Татьяна, это, Плеханова с одной стороны его держит, а я с другой, он носа так вот качает. Но они его как сразу свалили, руки-ноги снизали, так синяя, так этому. А у меня, вот бывает это, кленовой ремень, у комбайна, крутистый, который бишь-то он такой, в палец толщиной. Ну, я его начал учить, брюки у него лопнули, сразу же. Ну, дальше его завалили в машину, и в милицию повезли. А он-то, понял, все, ему каюк, кранты. Теперь оттуда он взял Семена Сеськова, и с ним, а приехал на мотоцикле, мы от Батыха спрятали в крапиву, и он приехал с ним, а Семен, на моей дворной сестре женатый, чтобы походотайствовал за него, чтобы заявление-то из милиции забрали. Ну, мы согласились, это все, и он больше никогда. Но получилась беда. У него сын приехал в отпуск из армии, что было неизвестно, и он повесился. Это корчено, искорчено. Это мне как рассказывали, так вот рассказывали. Небольшой, в росте, коренастый мужик, зачем пришел, рыбачить. Ночью рыбачить. Понимаешь, в жизни все бывает, поэтому надо детей под присмотром держать. Я 45 лет над вами глаз не спускал. Вот это вот сидит, красавица. Как-то что-то было, она там на пирсе была, и оборвалась, и мокрая. Ее толкнул этот. Мокрая. Ну, там, я на туда вылезла, вылезла, и говорит, теперь мне дома капец будет. А Ваня узнала бабка, где она такое слово-то нашла, говорит. Она отряхнула, говорит, теперь мне капец там будет. Было, помнишь? Не, она не... Это самый прекрасный крик, который она издала, когда оттуда вылезла. У нее еще плохого у нас не было. Как зарвало? Вааа! Вот так вот. Вааа! Вот так вот. Как рвануло домой. Документы, что окончили, умеет плавать. Один пацаненок по пирсу шел, упал и заорал. Да и сразу строй был, я ему книжечку ликвидировал, давай считай. Мои дети все сохранены, ни одна полиция ни одного не допросила, никогда не дали. В ночь бежали все, тренировки шли. 23 глава Евангелия Матфея, 4-5 стихи. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пирстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежь своих. Толкование. Блаженый Феофилат. Фарисеи возлагали на людей тяжкие бремена, принуждая их исполнять мелкие и трудно исполнимые заповеди закона. Многие заповеди закона они делали тяжелыми через то, что прибавляли к законному некоторые предания, сами между тем не касаясь их и пальцем, то есть ничего не делая и не приближаясь к таким бременам. Ибо когда учащий не только учит, но и делает, то он вместе с учащимся несет бремя и вместе с ним трудится. Но когда он возлагает на меня тяжкое бремя, а сам ничего не делает, то он еще более обременяет меня, показывая своим бездействием невозможность исполнить то, чему учит. Вот всех бы министров на нашу зарплату посадить, я бы на них посмотрел. Итак, Господь обличает фарисеев за то, что они не хотят вместе с народом нести бремени заповедей и исполнять их. Но не делая ничего доброго, фарисеи показывали вид людям делающих. Да, если бы даже делали что-нибудь, но только для того, чтобы казаться исполнителями закона, то у них отнимется награда. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. Таразаконник 6.8. Это о законе. О законе писанном прям. Поэтому изображались на двух хартиях 10 заповедей. Бубашку слышу, потовые железы не были. И одна из хартий полагалась на челе, другая на правой руке. На углу из челе. Воскрыли делались на краях одежды из темно-красных или багряных ники в рот бархат, бахромы. Все все делали потому, что об этом написано было в законе, дабы, видя хранилище и воскрылья, не забывали заповеди божьих. Бог повелел делать их не для украшения, но хранилище на руку означало то, что нужно исполнять заповедь. А багряный цвет воскрыли указывал, что нам нужно запечатлевать себя кровью Христовой. Фарисеи же делали большие хранилища и воскрыли для того, чтобы другие видели, что они блюстители закона и все делают по предписанию его. Большие заповеди какие? Вот, к примеру, 23-25 объясняют. Десятый глава, 10-й стих Левитбер отвечайте чистое от нечистое, священное от несвященного. Ну и понятно как будто, непонятно. А он дальше говорит, и кто прикоснется к мертвому, нечист до вечера. А раз до вечера нечист, где-то он сел на скамею, а тот, на тот конец скамейка уже нечистый. Это тоже написано. Но они дальше пошли. Кость человеческая, если не вес смерти, а кость, это костью прикоснусь к человеку, нечистый будет? Конечно. На работу и можешь идти, нельзя. Ага. А вот теперь дальше они картину рисуют. Вот у меня деревья растут и растут около забора. А деревья там свешивались прямо на улице. И в это время ворона принесет кость человеческую и уронит насадника. Он нечистый будет, нечистый. А из-за человека этого, почему он сучки не отпилил? То есть они вот так вот все это и закон в самом деле. Вот приехал они язычники. Вот корову отдаешь пасти, да, потеряешь, допустим. А кто пастет? Девчонка. Ну ладно, там еще нет. А если парень, нельзя. Если один, то нельзя. Как бы не изнасиловал корову. Это... А они видели такое было? Не видели, но само по себе значит язычники это такие, это не то, что садомиты, а это зоофилы. То другое. Дальше еврейка не может устроиться на работу. Ну какая-то работа бы такая, ну подыскали такую работу. Где? Она говорит, на складах. Там какие-то товары отпускают. Наша работа. А ворота куда открываются? Наружу туда или с той стороны? А они с той стороны открываются. Эй, нельзя туда. Нельзя. А теперь, когда ты будешь работать там, мужчина работает, работает один или много? Я не знаю, надо узнать. Если один, то нельзя. То есть, вот эти вот законы, они имеют под собой основания. Понимаешь как? Вот допустим, я держу голубей и вон там кололеватор один. И голубенок долетел и у него детства это сел. Голубенок лежу, мой голубенок тут пришел. Почему твой-то мой? Теперь нужно шагами замерить, чей голубей он ближе. И все это выписано подробно. Понимаешь, все это исполнять это практически было невозможно. Вот они придумали, кость упадет. А теперь как? А на какой ветке сидел? На какой? Тогда придумали, что если низкая ветка была, то осквердился. Но если с копьем проезжает воин и стучок не задевает, тогда не винует. Это все надо знать. Только относительно мертвого, кости. Это все у меня в книгах написано. Я выписываю. «А, это ваш талмуд». А ты знаешь, это 12 томов. 12 томов. У нас 719 правил православных-то. В этом правиле там не расписано. И вот поэтому, когда мы считаем здесь, это понятно было, что... А у них сколько? 600? Да 600, кажется, 37. Но там расписано очень сильно. Сколько в человеке косточек, столько здесь. Они по костям сделают. Когда человек умрет, там позвонки и все. Вот столько заповедей. Шульха на рух. А? Шульха на рух. Да. Если ты видишь, что упал человек русский или кто-то, не подходи. Идешь мимо храма, плюди, скажи, чтоб ты провалился. А если ему лестницу надо, и лестницу наоборот, утащили, спрячили, что-то не давай. На одного гоя будет меньше. И притом мы сдали ее. Вот лет 10 назад. И там как подняли депутаты, собирали подписи, всех поставили на колени. Всех. А это к этому не призывает. Это памятник исторический. Когда исторический, до сегодня. И написано памятник на все века. Если женщина рожает, там, ну, гоевская, русская, то вращание не надо туда. И вот поэтому в законе у нашем написано не идти к врачу-еврею. А мне операции делал еврей. Я с ними не был ни в этих забегаловках, ни столовых, корчма называется. Вместе в бане не мылся. Это все нельзя с ними быть. А врачи меня куда привезли? Меня никто не спрашивает. А врач такой был, который готов душу за меня положить. Я могу его назвать даже. Шойфет Яков Нахманович. Замгубернатор, доктор медицинских наук, профессор. Устюжалену оперировал. Вот он другим рассказывает. Когда меня первый раз привезли, а я вот так в стол, а он уже руки-то все у него вымытые, он стоит вот так как будто молится. А меня подвиги держат. У меня все вот так идет. Я говорю Яне буду молиться. Молитесь. Я встал и давай молиться. А рядом с ним стоит одна. Он потом сказал Матрена звать. Она Яков Наумович. Аня Нахманович Наумович. Ну сколько можно? Я сказал. Это он мне рассказал. Я сказал тихо Матер. Он сам помолится скажет. Я помолился. Он говорит все все ну ложитесь. Я ему говорю знаете я хотел бы чтобы мне обезболивания не было. Я хочу пострадать как Христос. После писания где вы найдете такого еще человека. Он говорит нельзя. Вы вытерпите. Но мышца не выдержит этого. Она обязательно сожмется. И у вас будет большой разрез. Ее надо чтобы она не чувствовала. Вы умом руководить хотите? А здесь ум не поможет. Это кому ограбили они проверяли его раскалили железо по спине этой лентой. А он профессор с Германией глядит в глаза. А он сидит как будто они его режут. Он вот так зрачки расширились и опять сжались. Он понял что он играет под сумасшедшего. Это нельзя приказать. Это нервы. И нервы срабатывали. А умом они не поддаются чтобы да я вот у меня суд был вот он рядом в здании видно. Прямо за этим зданием как вы властям компартию обличали. Я говорю а у меня во мне внутри все сжималось. Я так боялся. А зачем говорите? А что скрывать? Пусть все знают кто перед ними. Я не герой. Почему? Потому что мне 190 могли переквалифицировать на 70-ю срок в два раза больше сразу. Поэтому я говорить то говорил но за грань не заходил. Пирогову поклон надо сделать. Профессору он же это довел до ума. А так вы действительно от шока вы померли болевого и все. Хороший Яков был Нахман мне один сегодня пишет да вы сумасшедший я говорю у меня справка если для слов божи нету из двух психиатрии что я нормально меня судили а у вас еще нету вам надо проверить а у меня документ номер с печатью да еще и полечили а лечили как аппетит был хороший аппетит хороший бесстрашно входил а там открыты все эти палаты камеры я заходил обличал преступников и характер теплый говорит врача я пытался убеждать но не навязчиво все подметили это очень хорошо для слова божи нету я проверенный дурак а вы нет а дураков не судят в чем дело а меня судили да странно шестой седьмой стихи матфея 23 да еще ни у кого нету сейчас у нас с этой стороны тоже да в пять часов сегодня в шесть часов занятия Сергей Павлович ведет также любят предвозрежание на пешистах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях и чтобы люди звали их учитель учитель толкование увы звать отклицательный знак понятны понятны для нас слова Господни убоимся же Господь обличает фарисеев за то только что они любят но если только любящий предвозрежание осуждается то чего достоин тот кто все делает для этого и председания в синагогах там где особенно нужно быть было учить других смиренно мудрые фарисеи сами являлись людьми испорченными потому что все делали для славы и поступая так не стыдились но еще хотели того чтобы им говорили учитель учитель ну что про учителей скажется любят у вас учителя что вы говорили учитель учитель нет они вообще приходят к вам и убегают сразу конечно любят вы еще не знаете любят а где эти ну наверное у бабушки я не знаю где-то Костя за ними сегодня поехал не батюшка говорил что они просили молиться про них о них а как так она написала написала в группу есть ватсапе группа чтобы помолились о Косте что он сегодня в путешествии за детьми поехал Надя написал сообщал еще я не знал она сама на работе так ребятишки кому нужны большие как плакаты вот такой лист вот смотрите я покажу так раз два три вот такой длины и вот такой ширины вот такие листы вот сколько утащите на одной стороне плакат а на другой чистая бумага не много сейчас кончу еще не нужно мы пока только на 4 зайдете и возьмете бумаги картина уже рисовать где-нибудь в столе постелите там все аккуратно сделайте 80 на 40 80 в стол туда а ты зачем поедешь я не пойму куда все время 9 мая как отец заповедовал мы ездим я вышел епископы в Тихию хожу а зачем я не пойму никак зачем отец заповедовал не пить вина им риха не пить вина не пить вина года 4 января у меня бесплатный проезд в любой конец Советского Союза России от Калининграда я ни разу еще не ездил ты деньги платишь едешь ну один раз но каждый год зачем отец не езди и трудно тебя уже выдержать да мне не хочется ехать не ехать мне не хочется не езди ничего там делать сиди дома занимайся работой занимаюсь не берег евангелие раздавают благовествуй раздаю зачем ехать непонятно ой что с вами делать все уже сделали ну едьте не езди она все уже сделала то что вы кричистили она любит Господа она исполнила все заповеди все нечего делать ей нечего надо только поехать я хочу чтобы моя так гиля моя уверовала когда я приехала за неделю до смерти ее ну не за неделю аж 20 лет за нее молилась ну ты говорила говорила как говорила ну говорила я о Боге конечно говорила она меня не допускала перед смертью уже не допускала вообще ну а сейчас ты зачем поешь а сейчас у меня другое уже приближение у меня их пятеро нас пятеро мне еще хочется двух ты хочешь сестру обратить сестра у меня обращенная та умерла обращенная теперь у меня два брата осталось с братьями сложнее Владимир и Анатолий да напиши им все ехать-то зачем она же их сестра я хочу я книги у них хорошее отношение я им все там рассказываю Светочка со мной в храм ходит всегда его жена но я такая скажу лично я никогда у нас пять братьев пять сестер никогда но сестра моя она знает как меня замануть в Масибирске она идет в школу договорилась чтобы я у них там выступил а выступаю как в один класс, два, три класса через коридор прошел там еще два, три класса и за неделю обхожу всю школу и в это время еще и сына берут а кто сын-то я даже не знаю Давыда или кого-то и вот три причины тогда я поехал так рядом в Масибирске это один раз за всю жизнь а вот я поеду я скажу ты знаешь занудиного была у нас Светлана я поеду родители сказали отдадут дом припишут я говорю ничего не тебе не припишут с чего радио это будет они катары я поеду а денег вообще нет муж-то погиб у ней схватилась поехала приехала ребятишек возила дали тебе дом нет умылась отношение полностью разорвано ну тут она вышла за эту запенщушку вы не слушаетесь тебе не надо ехать благословил батюшка все уже знаете хочу вы благословите благословил что это не означает что тебя посадил на самолет и самолет оторвался от земли уже ты поезжай потеряй помоги Володе посадить что-то морозило и прочее мы с батюшкой поедем а вот это зачем хорошо что он вам потому что каждый год ездит по монастырям зачем и он ничего не говорит это повышенная сфера опасности я поеду хотя вы у меня бесплатный и я ни разу не воспользовался ни разу зачем я мысльно представлю приехали мне в Израиль бесплатно с Греции приехали утепка на Израиль не поеду я в аэропорту теперь сажусь а там люди у меня картинок столько Израиля я смотрю там и гаражи и все и все посмотрю ехать не за чем я опять уселся был такой любил путешествовать в Макарин-Илександриске и он допекал сатана так он что делал вот так говорит лег это его келья лег вот так а ноги туда вытянул говорит тебе надо что я путешествовал то тащи и все на него возложил он не стал тащить говорит ну я отстанет никуда не поеду что буду мотаться когда у меня все здесь есть а тебя нету здесь вот если бы Игнатий Игнатьевич люди веровали искренне веровали Господу уже ангелов послал прибежали все искать Господа и ангелы уже ну что вы ищете тут живого среди мертвых ну нет его тут вот не верят Богу и все толпами туда молиться куда-то там едут а здесь молиться конечно никак тут Бога нету это ну что непонятного что с головой не в порядке с головой не то я уже в следующем субботу живу вот ты сказал веру если по-настоящему веру еще он каждую копейку бережет да еще же я буду в аэропорту или там на вокзале мучиться ехать дорогой зачем я не понимаю зачем но я тоже езжу вдруг моя родная сестра в Змеиногорске Марфа вы тетю Марфу знаете и она написала что у ей что-то там неладно и с мужем и то другое нет молитвенника нет то другое я подумал помолился и сразу доехал а к ней в комнату я не зайду потому что она другая она вышла в сарай я ей все передал помолился и на автобусе скорее домой один раз было такое другой раз когда вот и Аким был не священник в армии и написал письмо такое где-то он уже куда-то пошел не туда а в советское время работу не оставишь на работу два дня на работу не был под суд тунеядство я ни на что не посмотрел рядом лесополоса а мы там реконструкции города была из пяти я ушел поплакал там и мне как открыто все я взял тогда ножовку топор пришел бригадир и сдал инструмент я говорю забери я себе вернусь а как я уезжал как ты уезжал вот и заявление должен подать мне некогда я сразу же в этот день на поясе туда как я пробрался воинскучаясь через забор перелез или как переоделся как солдат как служба и с ним там жил пока он на ноги не стал у него падение было не греховное какое-то шатание было а для меня он дорог я сразу поехал туда и когда вижу все направилось я опять перешагнул или перелез через забор и опять уехал опять на работу а вы тогда без бороды были еще? с бородой был а как же вы там? а не знаю я его спрашивал как это было? не помнит? не могу сказать я проникал даже на корабли на чужие для свидетельства и опять уходил бог закрывал глаза григорий чердотворец когда пришли арестовывать они с Яхоновым ну и тут деревья-то пять домов а он холм они говорят давай туда пойдем и пошли вся деревня смотрит на них ну и когда вверх там подъехала машина милицейская выходит где а им показали они туда ушли ну и видите охранники-то бросились туда он говорит они уже лезут рядом поднимаем руки встали и давай молиться про себя а эти это аж и два шага рядом постояли воины вернулись а там никого нет два сухих дерева каких-то стоят и все бог им показал так это видать туман был или сумерки какие-то они около них ходили что интересно сказали бы однажды увидели тоже написано такое там возвышение гора и там видно что туда тропинка идет и по ущелье ну узенько как нора а туда он забежал и в это время побежал он издалека то смотрит солнце искрится и видно паутинка а в это время как он засушил паучок пустил паутинку прям посередку он говорит там не говори там паутина затянула одна паутинка спасла жизнь человеку ты на бога надеюсь и бог так сделает тебе никогда не обдумать никак а бог а бог а как же бог только прямой палец сделай а бог да прямой уже не сделай он не делает перебито сухожилие а вот она а бог когда мы говорили на Распутина Григорий Епимович ты в город поешь и там развлатишься а бог мне это нравится так я на бога надеялся вот когда мы в поездку поехали это поездка не в Новосибирск Владивосток Лиссабон а Тихого до Атлантического океана ну а где деньги то не знаю мы только за одну поездку потратили 440 тысяч на бензин 440 в один конец то есть туда и обратно до Лиссабона ну мы в Балтику Скандинавию захватили а где деньги деньги в этот же день бог дал с неба когда рассказываешь люди прям окупело смотрят не верят незнакомые люди услышали как бог положил на сердце тоже неизвестно у меня вчера была или когда позавчера наверное была радость Володя был здесь просит в Ирландии человек книги и одну Библию Библии нет я пошел а она продавщица меня знает здесь лавка церковная прям напротив городской администрации прямо рядом здесь метрополит так с этой стороны она показывает Библию благословение Патриарха Алексея 77 книг я говорю еще есть она достает благословение Кирилла я говорю еще она полезла куда-то еще еще одну Библию достал она на меня уже смотрит влюбленными глазами потому что им деньги должны еще она еще 4 Библии и все благословения Патриарши я говорю все берете да надо мне их увязывать я говорю не надо я их буду отдельно и трехтомник я его послал обычно как человек должен заплатить квиток сфотографировать и мне пришлет я послал и деньги а тут Володя уезжает это же Англия Ирландия там еще севернее я говорю давай пошлем а там видно будет а ему не буду говорить и слежу а у него номер идентификации где она идет из Барнаула тронулась Москва номер далее только каждые не включаю и отследить можно покинула границу день два три неделя месяц нет ясно потеряно я подумал как заявление составлять а там показано как составлять в эту в главпочтам то вчера я думал а сегодня он мне звонит Игнатий Тиханович вахтанг получил я книги какой я богатый это вы мне поверили обычные книги поступают а потом платят да как это можно так вы меня не знаете столько это он там расплылся а я все записываю в интернет уже выставил сколько у него благодарности а я говорю ты самый богатый там кто пожелает Библию иметь ее не достадешь а у тебя вот она ты себе отбери одну ролик стоит да деньги-то послал а? деньги-то вам послал нет во вторник она не работает в субботу воскресенье во вторник пошли во вторник ну это нормально у них только евро а здесь евро не принимают надо перевести на доллар а то значит тебя должен еще терять сколько ну я еще маленько брошусь а я уже сказал одному человеку если книги уйдут то сразу деньги заберешь этот человек как Бог делает это нельзя даже придумать а другой а другой день за этот Сергея Козлова были и оставил вот этот полный комплект книг для их библиотеки областной а он не мог отправить а теперь его мать Татьяна Еленична и говорит книги-то лежат а в это время у нас занятия идут кто молчат а один только голос подал Вячеслав Семенов я говорю забираешь а то и я я говорю заходи на экземпляр а он туда сообщил там упаковали заплатили там такая перевалочная какая-то работает и он уже получил и он как получает как тащит с почты как дома раскладывает и все снимает и у него там в кусочек кошка лезет грызет и у него отец верующий отец такое стихотворение мне посвятил написал все и книги вот так разложил на кровати два дня подряд с книгами такая радость я каждый день благодарю Господи за книги которые здесь и в пути а эти которые нападают могут они это сделать нет у них ничего нет а этот уже начинает считать он говорит деду отдал писем правоставить считать а отец для слова Божия нет он считает он уже руководит это библиотека вот эти книги выстроить 31 килограмм метр сорок метр сорок вот так столько места занимают даже больше вот так 38 книг у меня радости каждый день отовсюду не забывайте молиться о шахматах еще дальше будет не знаю но то что я к нему прилип душой в этом что-то есть это я уже знаю это не наш представь он так недоволен что-то там был не так а потом сделал ролик и так сходно может покаяться и он нигде на храпом не лезет против задевает почек а что вы думаете о лапке нет а тот сказал хорошо ни слова не говоря назад и как будто не говорил это тоже говорит о порядочности дело все в том что в чем вся их загвоздка всех кто говорит о вас они берут только одного одного вас а он приехал и увидел общину он увидел общину он еще даже не дозвел что такое община он только одно ну их там мало ну да там бабушки ну мужчин ну это ни о чем ну там этих мужчин по пальцам ну ни о чем а ты-то где мы-то есть мужчины ни о чем А ты где-то? Ты где сейчас? В Блуде? В Блуде где-то там Вот и все, он даже не понял, что Не вас надо рассматривать А именно то, что можно Создать, когда верующий человек Начинает обращаться Обращаться с Господом, молиться Искренне, что Господь делает Сколько людей приводит Через одного человека Так я подарил ему 7 книг А он это не понял вообще нисколько Он людей ни во что не ставит Мы для него вообще Как расходный материал Ты рукой-то машешь Как Миронов-то показывает О католиках Для идиота, он как сосуд разбил Смотри, решишь одного мужа Все, наверное Не знаю, там руководитель есть Сейчас 04 Еще тут можно прочитать Ну сколько время-то? Еще 20 минут у нас есть Ну ладно Еще не занятие И что? Идите Готовиться надо Ну мы вас отпускаем А, ну идите А я не пойду, а где? За чем? Надежда Васильевна подручка Ну еще раз когда была здесь Вот здесь у меня 9 голубей было Вот, 10 минут закончили Давайте, мы все-таки так мало читаем Давайте еще читаем Кто видел голубей, когда они на столе были здесь? Да видели, мы видели их нахивность Ну мы что, первый раз в первый класс что ли? Вы сколько тут таскаете голубей постоянно? Каждый месяц Все, давайте дальше читаем Вопрос задам Когда бежали дети в грозу из лагеря Когда полиция приехала Кто из вас был в лагере? Так, еще кто был? Второй Вот, у меня живые свидетели И они бегут, а все снимается А тут полиция, ночь А там молнии, зигзаги идут Это фильм настоящий А то обвели вокруг пруда Ты готовься к лету К нам приешь, поможешь И фильм Тарас и Бульба Тарас с Бульбой Бульба, Бульба, это у них картошка Знаете? Знаем, конечно Думал, кличка собака Все знают, оказывается Умные? Не знаю Умные прям Детей мы не дали, Бруки Им ночью распределили по квартирам Я сразу утром Володю послал В каждую квартиру повезли продукты С ними со всеми договорился Заплатить там за молочную У этих были сколько? Так они у них там Трех оставил Так они на крышу залезли Там через балкон Там я Андрей говорит Чего же тут упадут же Ну все, свалили, кажется, на Никиту А интересно как Тараси, ты то ли татуировщик будешь То ли что, непонятно А что ты там делаешь? Я и все угадала А это что, буря началась или что? Похоже на это Это... Медведь Это мальберинт Это своеобразный Игры разума Это начинается от пленения Кёнигсберга в войну Точно так Да, да, да Что-то похоже Там у него все линии было Тараси Игры разума Только оборона одного пункта это было И больше 100 тысяч Давайте почитаем 200 танков вообще И все раздробили И все раздробили Там мощное было укрепление Самая сильная крепость была в Германии 5 метров толщиной стены Игнатий Тихонович Я не еду Дайте мне, я не ездил Нет, я должен приехать, билет дать его от аварии Игнатий Тихонович, вас нужно посадить в золотую клетку и возить просто стопой А они могут быть сопровождающими Вас кормить будут все Лишь бы вы просто ехали А вы будете проходящим рассказывать о христе Ух ты Очень путешествую У нас через одну лягушка путешественница здесь Я напутешествовался За три года только 120 тысяч километров прошли 650 остановок сделали Что, сюда? Ну мы поехали Так, ты-то главный в семье среди девчаток Береги их Нет, наверное, домой Так, ну что? Все? Все? Раз ушли? Раз ушли? Ангелы в Апияши благодать И чистая дева радуйся И по кирику радуйся Твой сын воскресе Три дня на гроба Немедлые воздвигнули Люди, веселитесь Святися, святися Новые условия Слава Бога Господня На тебе, бассейн Ликуй на ней Веселись на селоне Ты же чистая красныйся Богородица А восстанье Рождества Твое Молитесь, Владимир Владимирович Молитесь Давай Отец Святой, Первичный Божий От Которого исходит всякий мир И всякое благо Тебя молим, Господи Не оставь милости Нашу общину Не оставь милости Господи Наших Детей Коснись их сердца Разбуди их совесть Вытащи их из тенистого болота И поставь на путь спасения Приведи их в познание истины Ты, Господи, один это можешь Но да будет, если воля Твоя на все это Господи, благодарим Тебя за эти занятия Благодарим Тебя за наших Преподавателей Благодарим Тебя, Господи За этот день прекрасный Благодарим Тебя, Господи За веру, дарованную нам В истине Благодарим за это крещение Которое мы получили И идем по пути Твоему, Господи Стараемся Не оставь милости и меня Путешествующего Благослови, Господи Сохрани Пошли мне людей Которые хотели бы слышать Слово Божие Которым бы я могла проповедовать Которым бы я раздавала литературу Помоги, Господи, мне это Иметь на пути туда и обратно Благослови, Господи Всех наших братьев Сохрани и огради от всякого зла Тебе слава веки, Отец и Святой Дух Аминь Аминь Хвала, Господа, за все Приходим